В принципе, сама книжка частично ли или даже полностью уже публиковалась. Первый раз она была публикована, естественно, частично, в 94-м году в журнале «Сура». Потом она публиковалась в несметном количестве каких-то газет и журналов, включая даже «Химия в жизнь», как ни странно. Выходила там на каких-то сайтах она висит, помимо моего собственного. Вот, здесь есть, кстати говоря, в конце телефонов нет, это мой сайт, заходите, милости просим. Смотрите. Разберите все. Но в этом виде она не выходила, а это тот самый вид, который предполагался изначально. Как вы видите, она такая довольно странная по форме. Очень приятно держать. Переплет под обрез. Набрано шрифтом, я специально нашел шрифт «Престиж». Это наиболее похожий, мне кажется, на машинописный шрифт. И наиболее приятный, удобный для чтения. Бумага 160-я, кашированная. Это вообще печать оксетная. Печать оксетная, да. Ну, с этим давайте его поздравим и поаплодируем. Книги продаются и только сегодня подписываются. Сегодня они продаются на 50-х и дешевле, чем они будут продаваться, например, завтра. Книга очень смешная, очень хорошая. Она не была вынесена на обложку, к сожалению. А сейчас она в отредактированном виде, она смешнее стала. Ну, так получилось. Да, и сейчас есть возможность получить не один автограф, а два. Потому что вот художник. Че картины, собственно, стали основой этой книжки. Без ее картины эта книжка не состояла. Ну, по большому счету, конечно, я просто взял, я просто взял, отсканировал всякие ее почеркушки, маргиналии, которые она рисовала. Ну, там разные фигня. Ну, кое-где, тем не менее, встречаются такие полноценные художественные масляные работы. Ну, бывает. Некоторые из них висят у меня дома на стене. Да, есть. В частности, все это вот и это. Я себе их кранал. Даже не так, я себе их заказал. А теперь я почитаю свою пьесу. Я думаю, фрагментарно, потому что иначе у нас не останется времени. Потом на стене карнатки. Посмотрите, вот картинку. Если не все, я не могу. Очень маленькая. Ну, на самом деле, видимо, вы не рассмотрели. Это у вас проблемы со зрением. Теперь фрагментарно читаю пьесу свою. Новейшая пьеса, которая... Анатолий пока настраивает гитару. Я вам читаю чего-нибудь такого маргинального. Так, да где же она-то начинается? Действующие лица и исполнительные. Чехов Антон Павлович. Хармс Даниил Иванович. Броский. Александр Ильич. Марина Клиткова. Все персонажи вымышлены. Совпадения являются случайными. Звучит музыка. Радость Петуховина или другая какая-то торжественная. Темно. Со свечой в руках входит Антон Петрович Чехов. Чехов. Все проявляется. И возникает. Так стремительно. Ворона не успеваешь. Разглядеть, что происходит. Порой в голову такие мысли залетают. Что не ясно, что к чему. Планеты. Люди. Голы людей. Планеты. Что к чему. Звезды. Огурцы. Какая-то бумага. Помидоры. Дым. Дом. Снег. Ветер. Дождь. Звук. Скрипки. Двери. Скриба. Голоса. Здоровый ум. Так много вынести не может. На эту можно поставить точку. Ну она длинная очень. Поэтому ты лучше почитай короткое свое любимое стихотворение. Когда поэт я вам говорю, что вообще с ним пьем вор. Да как? Пойду, ты расскажи. Я не всегда водку пью. Расскажи, расскажи стихотворение. Самое короткое в мире стихотворение. Самое короткое в мире стихотворение. Продолжение в самосвал, две оранжевые спички. А со спутника видать? Бочки. Бочки. А, бочки. Грузили в самосвал для оранжевых бочек. А со спутника видать только маленькие точки. Но самый короткий стих в мире, ребята, не поверите, принадлежит мне. И он звучит так. Когда заходите из холода к теплу. Представляю вам Владимира Фролова. В этой книжке о нем сказано так. Владимир Фролов художник. Он умеет. Жить без денег. Путешествовать без паспорта. Пить чай без заварки. Играть полет шмеля на африканском барабане. Чини стиральную машину с помощью салфетки и степля. Рифмовать бочки и точки. Десять лет ходить в одних кроссовках. Закусывать водку розами. Рисовать оживающие картинки. Спасибо тебе, друзья. Я не могу. Я не могу. Спасибо. Давайте музыку, что ли, послушаем. Ребята, спасибо за просмотр. Я хочу. Зачем мне эту талмут принес? Не понимаю. Там очень много всего. Это пергюм. Новый. Песня называется ЗАЦИ. То есть не совпел. Ты решил быстро оделся? Ну, нет. Надо начать. Романс. По воде бежали зайцы. К нам запрыгнули в карманы. Ты их вынула за пальцы и закинула в канаву. Ну, зачем? Ты закинула в канаву все, что было, все, что было. Не скажу, что дальше было, потому что я забыл все вообще. Я забыл все, что было, я забыл. Давай через кужеве. Не ходит отец тягомосного. Ну, так я их подделываюсь подунул, бедел. Чтобы читающему населению было им интересно. Ты зря к нему так прислоняешься Зря ему так доверяешься К чему ты сейчас улыбаешься? Я знаю его беденность, знаю его руденность К чему ты опять улыбаешься? Зря ты все здесь подсчитываешь Зря ты на это рассчитываешь Стихи в пустоту зачитываешь Стихи в пустоту зачитываешь Мы не готовим Это Андрюс Черкашинская вещь Это я играть не умею Гумис построил дамбу Дамбу разрушил ветер Дети танцуют самбу Самбу танцуют дети Пока мне поедет солнце Пока мне пусит птица А солнце еще вернется Птица не возвратится Что-то еще вернется Что-то не возвратится Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Еду я в машине, в окна сижу Вот проходит девушка, на неё гляжу А впереди дорога, и на неё гляжу Еду я в машине, в окна сижу А скорость есть, 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 есть Всё нормально, всё, всё Ай, молодые, скорость есть, 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 есть Всё нормально, всё, всё Ай, молодые Только я перебуду Еду я в машине, в окна сижу Мне там вступили, в окна сижу Как всегда по-разному Что это называется джаз Спой, спой, это сон, тел жарбет Я на этой гитаре просто первый раз в жизни играю И даже не знал, что она практически нигде не играет Дай, чай, на к тебе в игру У тебя на ветря лучше получится Ай, я тебя сейчас с твоей книгой Ну это классика, ребята Ну ты чё смелчил? Тут плень должно звучать На пленях мы все умеем играть, как известно вам всем Даже Юр Козлов пытался Но получалось у него не всегда Тонкая, незрачная Словно нитка на пальто Пусть любовь не брачная Но уж сладкая зато Может кем-то пробная Но сейчас я не браток Нитку веду тонкую Я вошью в своё пальто Ночь уйдёт, наступит день К каждому придёт своё Кому-то, кому-то Там есть некое пальто Вот наш друг и философ Который написал такую замечательную книгу Которую вы сегодня можете купить Со скидкой 50 рублей